Что? Что это? Что это за цуки? Эй, мальчик, что с тобой случилось? Почему ты плачешь? Я давно мечтал о красивом скине, но у меня совсем нету робоксов. Что ты давно мечтал о робоксах? Тогда заходи на сайт RobayDG. На этом сайте вы можете купить робоксы по самому лучшему курсу. К примеру, 400 робоксов стоят всего 240 рублей. RobayDG имеет множество положительных отзывов, а значит им можно доверять. А ещё на RobayDG вы сможете получить робоксы бесплатно. Близь с друзьями своим промокодом и получай робоксы с первой покупки друга. Также сейчас проходит масштабный конкурс на 50 тысяч робоксов. Лезь с ней своими творческими способностями и получи возможность выиграть много робоксов. Ссылка на сам конкурс в описании. Лупый курс на рынке, моментальная отправка робоксов после оплаты, круглосуточная работа сайта. Всё это на RobayDG. Ссылка на сайт будет в описании. В этом видео я вместе с TheHate будем оценивать все мечи в блок с вручем. У меня есть вот такая вот таблица для оценки мечей. Имба, гуд, нормально, плохо и прям полное говнище. И давайте, чтобы не тратить много времени, мы сразу в мечи, которые говнище, сюда перекинем. Это кудлас и катана. То есть их даже можно не оценивать совсем. Ну и вот эту вот палку, не знаю, палку бабуина тоже сюда можно перекинуть. Дальше я оценку не уверен, поэтому давайте слушать. У нас идёт дуал катана, поэтому мы берём дуал катану и юзаем скиллы на NPC. Первый скилл Z, он станет, и вообще круто. Потом X, который сбивает Кен. Это всё, что я знаю об этой катане. Так, ну, двойная катана подходит для ПУП. Есть стан скиллы, есть даже скилл, который Кен сбивает. Смотря на то, что этот меч получается в первом мире, это довольно неплохо для такого меча. Поэтому я ставлю ему хорошо, в принципе, среднюю оценочку. Понял, принял. Перекидываем дуал катану в хорошо, то есть это нормально. Это хорошо, это слишком хорошо, это четвёрочка. Дальше у нас идёт шарк с вот такой вот серый красивый меч. Скиллы у него вот такие вот. Раз, два, три, и на X мы кружимся, как спиннер, геликоптер, геликоптер. Так, ну этому мечу я ставлю 2 балла, потому что его довольно сложно использовать по ПУПу урона. Да и скиллы вроде Кен даже не сбивают. Ну там есть стан скилл второй, но им очень сложно попасть. Поэтому два балла ставлю. Дальше у нас идёт трипл катана. Это уже красивый меч, уже три катаны вместо двух. Если двойная катана получила среднее место, то это должна получить примерно такое же. Z крутые, синие атаки. X наверное станет, яхэзэ. Да, ну вот это реально, вот это очень хорошее оружие. В принципе, с ним даже комбо можно сделать, какой-нибудь крутой ваншот. Но если только у тебя зачары будут хорошие, потому что урона мало. Правда, это, конечно, печально. Вот, а так я, в принципе, ему неплохо ставлю. Три балла. Три балла заслуживает наша труд трипл катана. Ой, какая труд трипл? Это просто трипл катана заслуживает три балла. Это, опять же, третье место в нашем рейтинге. Дальше у нас идёт Dual Headed Blade. Вот такой вот Z, вот такой вот X. Мечи. Говно в PvP, говно. Твоя аценка? Говно. Говно. Супер быстрая оценка меча. Ставим в говно. Дальше идёт Soul Cane. Вот такой вот первый скилл. Давайте на NPC покажем. Первый скилл. Замораживает. X встанет. Хороший меч для PvP, особенно со связки с рамблом и оксидкой какой-нибудь. Это для скилл-комбо вообще подходит идеально. Есть скилл, который сбивает Кен и два скилла, которые станет. Вот, поэтому я ему ставлю хорошо. Оценка хорошо. Это четыре балла. Это первый меч, который оценивается на четыре балла в этом списке. И уже круто. Дальше идёт меч тюремщика. И я думаю, с ним оценка понятна, да? Сразу. Это говнище. Да, идентично. Идентично с Dual Headed Blade. Да. Дальше у нас идёт пайп, то есть труба. Она красивая, у неё огненные скиллы, опять же, вот такой вот. Он ещё X встанет и отбрасывает, как у магмы, я не знаю. И X, который тоже отбрасывает назад. Я с пайпом не играл, так что поэтому я точно не знаю, как они работают и ведут себя в КУП. Но по скиллам я могу сказать, что можно сделать какое-нибудь уже комбо. Какое-нибудь начальное комбо, которое будет неплохо сносить. Поэтому я ставлю... Три балла. Три балла мы ставим в трубе. И следующий меч, это у нас вот такая вот палка. Палка. Палка-ломалка. Килы. Мне не нравится, сразу говорю. Z очень медленный. X попасть почти невозможно. Идентичная оценка, то что с дуэл-хайдед плейдом вообще не подходит для КУПа. Мне кажется, его берут, чтобы прокачать для поля В2. Ну, в принципе, да. Поэтому ставим палку в говнище и отправляемся к следующему мечу. Это у нас Трайганцы. Из-за этого меня притягивает его и наносит 134 урона на первом левеле. А X? X он тоже притягивает. И вот такой вот взрыв в конце происходит. Я с этим мечом вот вообще не играл. Так что не могу его точно хорошо ценить. Но поставлю три балла просто за то, что есть скилл, который притягивает и сбивает Кен. Целых три балла? Ну ладно, давай два. Вот с два балла я полностью согласен. Три балла слишком много для этого меча. Второй легендарный меч за сегодня без цента. Он у меня в Эдвашной. Вот такой вот X. Вот такой вот меч. В общем, идеальный, да. Идеальный меч для ПВП. Вот. Даже подойдет для каких-нибудь скилл комбо. Очень много урона. Особенно если зачарить его на какой-нибудь блесинг или, ну, стронгриб хороший зачар. То можно только с одним мечом просто убивать людей. Там есть скиллы, которые сбивают Кен. И которыми очень легко попасть. И они довольно изабельны в ПВП. Я много видел той из Айдвесента. Поэтому 4 балла. Мелое заявление. 4 балла за Бесента. Ставим вот сюда вот. И уже мы дошли до Сабера. Сабер это последний меч, который получается в первом море. Мы его... Я не могу его найти. Вот он Сабер. Он у меня тоже В2. Потому что В2 его сделать может каждый. Z красивый. X. Так абсолютно такой же, только побольше. Я не знаю. Ну, типа я пытался поиграть с ним, но что-то вообще, не знаю. Для ПВП мне он вообще не понравился. 3 балла можно поставить. Ну, типа, то, что у него урона много. И для Сиабис Ханта подходит. Ну, да, вроде подходит. Нормально будет. Поэтому 3 балла. Сабер становится у нас на третье. То есть на нормальную оценочку. И вот мы дошли до мечей из второго моря. Это у нас Лонгсворд, который падает с босса Даймонда вот на этом дереве. Первый скилл Z. Этот мне очень нравится по своим эффектам. Первый скилл вот такой вот Z. У него растут трава. Ну, красиво. А X? Второй скилл на X похож, как у Терекса прыжок. На F. Да, очень красивый. Причем, дамажит он тоже неплохо. Так что, для ПВП он подходит. Я сам лично с ним был в антихайдсбол. Ну, мне нравится. Короче, 3 балла ставлю. Лонгсворд, меч со второго моря, получает снова 3 балла. Отправляемся к Гравити Кейн. А теперь у нас Гравити Кейн. Вот его точно оценят очень хорошо. Потому что Z притягивает. X встанет надолго и бьет о пол. Ну, короче, это все используют в ПВП. Вечно с ним убивают. Так, ну, да. Тут, конечно, ты прав. Оценка у него должна быть большая. Первый скилл он притягивает и сбивает Кен. И второй также комбо экстендится. Он подкидывает воздух и также сбивает Кен. Но его можно кенстрикнуть. Его можно, да. Но в основном его берут тупые ант скиллы, которые не имеют грабан. В основном его берут просто челики, которые начинают баунти хантить. У которых только появляется скилл какой-то. Вот. Так что 4 балла. Гравити Кейн получает 4 балла. Ставим его на эту позицию. И дальше GT. Этот меч не вкачан ни у меня, ни у Ильи. Я так понимаю. Это вообще... Кто его вкачивает? 150 мастер у меня есть. Вот первый скилл есть. Все. Второй скилл. У вас на экране гифочка появилась. Но этот меч никто не использует. Поэтому я думаю, оценка понятна будет сейчас, да? Да я не знаю, я вот с ним не играл. Но я видел пару комп, которые использовали. Первый скилл он даже тебе экран немного... Ну знаешь, как на Веноме, да? Только у тебя вся в дыму встает. Вот. Но для ПВП, мне кажется, он вообще непригоден. Просто из-за его редкости легендарной или какой-нибудь там... Легендарной? Эпическая. Ну из-за Эпика. Ну и из-за урона тоже я ставлю, наверное, ну 2 балла. Ну наконец-то у нас еще один меч, который получил 2 балла. Конечно, это не круто, но 2 балла есть 2 балла. Ой, дальше Драгон Трайдент. Вот его мне страшно ему показывать. Он сейчас огрызаться начнет что-то. Ну, короче, страшное произойдет, если он увидит Драгон Трайдент. Давайте проверим, что сейчас будет. Вот смотрите, мы сейчас берем... Эквипаем Драгон Трайдент. Берем ему в руки. И посмотрите на его реакцию сразу. Че, да, нахуй ты эту хуйку взял он скильную? Ты че, играть не умеешь? Нахуй ты эту хуйку берешь? Алло, дура, иди учись играть, сука. Ну, короче... Ну, вы сами слышали. Драгон Трайдент очень прикольный. Икс танец. То есть это спамер-таки максимально меч. Его все очень часто используют. Вот этому говну я ставлю 1 балл 100%. Потому что это просто, ну, я не знаю, для андскиллов созданное, которые только в игру зашли. Вот чалики 0 баунси, да, знаешь, заходят такие с этим мячом. Как-то получают его, короче, берут и вот играют. Так, ну его слушать я не буду. И ставлю ему либо 4 балла, либо 3 балла. Потому что меч сильный, но просто баунти-хантеру не нравится. Ну, я ставлю ему 4 балла, но он... Ну, мне нравится с ним играть. Он красивый. Он прикольный. Икс сбивает каждым скиллом. Так, все, давайте по-быстренькому уберем этот меч. И берем следующий. Это Коко. Электрический легендарный меч. Зет. Вот такой вот. Икс. Вот такой вот. Оценка. Экспресс оценка. Быстро. Для скилл комбо это просто идеальная вещь. Если ты умеешь играть, то вот этот меч тебе просто подойдет идеально. Оценка 4. Ставим ему оценочку 4 балла. Перемещаем 4. Потому что комбо он имба и так далее. Миднайт Блэйд. Вот такой вот меч. Кстати, знаете, почему оцениваем мечи большинства не я, а он? Потому что если бы оценивал я, я бы увидел вот эти вот скиллы. И сказал, все, меч ему 5 баллов, потому что красивая анимация. Мне главное, чтобы было красиво. Поэтому оценивает человек, которому главная не красота, а потенциал его в ПВП и так далее. Минсал в ПВП он имеет значительный. У него есть неплохие скиллы, которые комбо экстендисты. Поэтому я ставлю ему 4 балла. 4 балла снова в Гуд. Миднайт Блэйд перемещаем. В следующем месяце у нас Рэн Гоку из аниме Клинок, рассекающий демонов. Зет у него вот такой вот. Мы делаем 3 удара или же просто рывок, если нету цели, я так понимаю. А вот Икс. Ё-моё. Но это если зажать его, если зажать, если просто так отпустить, да, там полетит вот такой снаряд, который за собой будет след огня оставать, наставлять. Вот стрим. Нормально. Теперь как ты его цениваешь в ПВП, очень хороший меч, много урона, киллы комбо экстендисты и подходит любому комбам. Поэтому 4. Перемещаем этот меч на четверочку. Здесь у нас уже больше всего мечей в оценке 4. Что-то мы их прям балуем, эти мечи. Ну, круть уже будет. Дальше у нас идет Садди. У него скиллы выглядят как будто фрукт цвета. Вот Зет, а вот Икс. Вот такие вот у него крутые скиллы. Я бы поставил ему 2 балла, потому что... Ну, он используется, чисто 300 мастерей вкачал, сделал себе труд репл катану и все, забыл про этот меч. Я с тобой полностью согласен, я примерно так же его получил, вкачал и все. Больше в руки я его не брал. Поэтому берем и ставим ему оценку 2 балла. Дальше Ванда и Шесуя. Вообще Ванда выглядит нормально. Ему можно поставить троечку, да, наверное, или нет? Я бы не ставил ему троечку. Ну, думаю, вообще эти все мечи для трубки Балкатана можно в двоечку поставить, потому что... Нет, нет, я бы Шесуя четверочку поставил. Ты их вкачиваешь и забываешь. Вот про Шесуя я не забываю. Тогда Шесуя четверочку, все остальным двоечку, потому что я Хесуя 300 мастерей вкачал и забыл про них, все. Шесуимбар. Дальше у нас идет палка 2 форма. Вот для чего все берут палку 1 форму и забывают. Но ей, я думаю, тоже, ну, максимум 1 балл, но она не заслуживает больше. Это палка. Что это такое? Ты про поле в 2, 1 балл? Да, но я бы не играл, он мне не нравится вообще. Я ему ставлю 4 балла. За что? Я вообще думал между 5 и 4. Я ставлю ему 3 балла, я не буду его слушать. Ставлю 3 балла, чтобы не сильно занижать, но мне не нравится этот меч. Имба меч для ПВП, имба просто лютая. Дальше у нас идет Советский Союз, ой, Твин Хукс. Вот такие вот мечи, КЗ, они у меня вообще не выкачаны, 52 мастере. У тебя первый скилл есть, поэтому показывай первый скилл. Вот такой торнадо. Она, то есть это просто скиллы Капитана Слона. Ну, похоже на скилл песка, короче, там тоже торнадо есть. Ну, Икс, у вас на экране была кифочка, на этом мече никто не играет, поэтому ты ему поставишь 2 балла, я уверен. Я ему поставлю 3 балла. За что? Очень крутой меч, есть стан, довольно долгий, и комбо эксэндится почти со всеми фруктами. Ну, я понял, Советский Союз заплатил ему эту рекламу, поэтому мы ставим этому мечу 3 балла. Дальше у нас идет Канвандер, меч нарядного пирата, у меня на нем целое 1 мастер есть. У тебя, надеюсь, побольше, потому что 1 мастер и скиллы не работают. У меня все скиллы есть. Показывай, первый скилл на Z, пирсинг дэш. Дэш. Цветочки вот такие вот красивые, экран еще фиолетовым становится вроде бы. Да, да, да. И второй так же дэш, только вот еще такие снаряды. Ну, короче, скиллы нарядного пирата, вы все их видели, если с ним стражались. Пвп фигня полная, не знаю, абсолютно, вообще не нравится, урона мало как-то, да, не юзабельно. Потому что 2 балла осталось. 2 балла на Канвандер. Боди с ворд, вот. Я хз, 1 мастер, здесь только от тебя зависит, танка. Первый скилл на Z, вот такой снаряд, который поджигает. И второй, это получается вот такая вот, не знаю, пушка. Вот. Довольно скилловый меч, надо уметь играть на нем. Потому что челики 2.5, если его возьму, сразу умрут, просто не знаю. Ну, сложно попадать, короче, этим мечом. Вот, на урона очень много. Поэтому я ставлю, наверное, 5 баллов. 5 баллов, это первый меч на 5 баллов. Я не знаю, чем он такое заслужил. Ни разу на нем не играл. Ни одного NPC с помощью этого меча я не убивал. Но раз имба, так имба. Поэтому ему я верю. Дальше у нас идет вот такой вот, где наш спаки трайдинг. Кстати, на него мне выпал блессинг. Причем огненный блессинг. Не знаю, повезло мне, короче. Но его я даже сам оценил на четверку, ну прям. Ну да, четверка минимум. Здесь даже объяснять не нужно. Вы, думаю, знаете, почему четверка. Да, просто скиллы покажи и все. Поэтому ставим 4 балла вот сюда вот. Дальше у нас идет шарк анчер. У меня этого меча вообще нету. Зато у него он есть. Показывай скиллы. Первый скилл на З. Если ты зажмешь этот скилл, он будет, короче, раскручиваться, как на тесте. И потом тебя выкинет. Ну так вот будет, да. Второй скилл кумбы экстендится с Сайгут Хумана. Короче, он... Можно его далеко и узнать. Дальний скилл считай. Как и первый. А оценка? Пу-пу, ну, в пу-пу неплохой, но я его не беру, потому что я не анскилл. Поэтому ставлю ему 3, 3 балла ставлю, даже 4 давай. Ставим 4 балла для шарк анчера. Мечи, большинство мечей довольно хороши, но они все хороши. Но есть говнища, как вот эти вот сами видите. Дальше фокслампа. И у меня снова нету фокслампы. У меня здесь много мечей нету. Показывай фокслампу, если у тебя есть. Ставлю 3 балла ему. У этого меча мы ставим оценочку 3 балла. Это нормальный меч. На четверочку почему-то не ставим, потому что, ну, слегка не дотяну, а нормально, в принципе, нормально. Дальше идет Яма и Тушита. Это у нас просто два меча-близнеца. Они полностью идентичные, но скиллы у них разные. Давай, на счет 3 вязаем Z просто в воздух. Раз, два, три. То есть у меня крутится, а у него стреляет вперед. Там, по-моему, зажимать можно. Да, там зажать можно. Да. Нет, да. Дальше у меня X на Яме. Вот такой вот рывок вперед. Ты вообще бурим, сверлим и все, что попало. А ты уже завязал X, да? Что это? Нет, вот. Ну, вот такой вот тоже рывок вперед. Дальше. А вот Z. Ну, я не знаю. Лучше скрафтить кдк и играть с кдк. А сюда поставить по 3 балла и кайф. Ну да, можно туда и туда 3 балла поставить. Неплохие мечи. Да, поэтому мы берем 3 балла сюда и 3 балла сюда. Дальше у нас мини-даркблейд или даркдаггер. Бери даркдаггер. Я спустя 5 миллиардов лет так и не смог выбить этот крошечный меч. Я столько репинда рубил, мне так он и не выпал. Давай, вот первый скилл. Это маленький дэш, короче. Он очень маленький на примерно вот такое расстояние, где я сейчас стою с тобой. Второй скилл, он, короче, телепортируется к противнику и, ну, за спину. И бьет ему. Крутой меч или пвп подходит идеально. Если у тебя там какой-нибудь трамбл или дарк, тогда вообще подойдет хорошо. А так, ну, не знаю, сложный в пвп, сложный изобильный. Поэтому 4 балла ставлю. Заходим и ставим 4 балла на мини-даркблейд. Ну, даркдаггер. И, наконец-то, мы пришли к 4 мифическим мечам. Это всего лишь 4 меча мифических в игре есть. Мы, наконец-то, к ним дошли. И первый меч это у нас кдк. Кдк, мой любимый кдк. Вообще ненавижу. Берем кдк, скиллы у него. Зетт, мы крутимся, очень долго станем и отбрасываем вперед. Дальше у нас икс, который просто огромезный рывок, которым вечно не попадаю никогда. Но рывок, как рывок, хороший. Ну, неплохой меч, я 4 ставлю балла. Объясню, почему. Его легко кинстрикнуть и легко выйти из комбо. Вот, типа, первый скилл можно отключить волю, а вот на втором включить и все, и можешь выйти из комбо. А так, но меч вообще неплохой. Потому что 4 балла. Первый мифик у нас получает 4 балла, как и остальные мечи. Ставим ему 4 балла. И дальше у нас священная коса. Ее можно получить из рипера. Я ее так и не выбил, поэтому, как обычно, использую. Вот такая вот коса. А ну-ка, выруби Джей. Вот, красивая, светится. И какие-то иероглифы. Она из костей сделана, падает из рипера. И вообще, крутая коса. А скиллы тоже красивые. Огненные вообще. Показывай. Первый скилл. Вот такой вот. Нам. И второй. Где мы ее? И как ты его оценишь? 3 балла. 3 балла? Да. Ну, во-первых, легко кинд стрикнуть. Типа, он забивает волю, вроде бы. Ну, именно первый скилл. Вообще, скиллами, типа, тяжело попадать. Сейчас гении будут, которые будут писать, типа, вот с порталом зайди на цешку и просто в лаву его, да. Но, не знаю, я из этой фигни выходил просто легко, когда меня в портал на лаву тапали. Ну, это же вообще бред какой. Итоговая оценка. 3 балла на этом мече. Мы перетягиваем его вот сюда, в нормально. И дальше у нас идет донатный Дарк Блейд. У меня он В2, у него он В3. В принципе, как раз разницу В2 и В3 тоже можно показать. Зет, вот такой вот скилл, который, по-моему, почти не меняется у В3, да. Если зажимать, то есть рывок, если не зажимать, то рывка нету. А на Икс у нас Дарк Айр Слэш, но у меня он белый, зеленый, а вот у него реально черный. Ну-ка, показывай. Все, что меняется от В3, от В2, да, это просто цвет. Ну и немного урона. И размер тоже. Нет, размер не меняется. А, реально, просто цвет поменялся и все. Ну, может, чуть-чуть в жопе там рысится. Ну, короче, этот меч просто 5 из 5 баллов в англав. Я играю всегда с ним. Просто миллион урона, потому что у меня этот бристинг зачарен. Вот. Ну, короче, да, только есть минус. То, что все скиллы у него кинстрикаются. То есть они не сбивают волю. Поэтому для начала надо забить кен, и потом только делать свою комбо. И сколько ты ему ставишь? 5 из 5, я же сказал. 5 из 5 баллов заслужил наш Дарк Блейд. Ставим его вот сюда. Имба. Пока один очень умный человек, Клей Блейд, мешает нам снимать видео и пытается убить мудрый, по-моему, Хантера. Синшки. Вот, правильно. Я покажу вам скиллы вторую трипл катаны. Это Z и X. Z еще и станет дополнительно, просто нужно по NPC попасть. Так, а давайте понаблюдаем за их файтом. Я думаю оценку поставить сюда 5 из 5 на самом деле, пока они здесь файтятся. Он потом объяснит, почему 5 из 5. А давайте пока просто поставим оценочку. Так, берем и перетягиваем ее в 5 из 5. Вот такой вот у меня терлист получился. А мы давайте смотреть, как они бьются. А, все? Ну все, он убил, короче. А теперь почему 5 из 5? Почему? Все скиллы абсолютно сбивают Кен. Хорошо комбо экстендится и, в принципе, юзабельное для комбо. Поэтому, ну я не знаю, даже объяснять нечего. Так понятно, что это мега хороший меч. Поэтому 5 из 5. Понял, принял. Теперь давайте реально посмотрим за их файтом. Пока они файтятся, вы подпишитесь на мой канал. Залейте в группу в робоксе. По ссылочке в описании. Слишком быстро, короче, ты его убил. Также можете зайти в наш дискорд. Я же посылочке в описании. Также там вообще все ссылки есть, которые вам могут быть интересно и неинтересны. И, кстати, в группе вы можете купить вот эту вот кофту. Там еще сзади Венди написано как-то. Ну, не видно, короче. 5 робоксов, Вяна, ваша. На этом все. С вами был Венди с The Hate. Попрощайтесь. Всем пока. Всем пока. Вот, не ухайте сзади. Субтитры сделал DimaTorzok